Четыре дня подряд в Вильнюсе проходит фестиваль, посвященный современным тенденциям дизайна и дизайну Савейдгалис. Гости фестиваля могли наблюдать прекрасное шоу, а также принимать участие в разнообразных мероприятиях, в которых использовались нетрадиционные решения дизайна и инновации. Посетителей мероприятия ждала насыщенная программа, начиная с выставок, инсталляций, творческих мастерских и заканчивая вечерами электронной музыки. И все это поместилось под большой крышей лофта. По утверждению организаторов, цель фестиваля – вдохновить людей жить по-новому. Изменять свой быт с помощью современных решений. Дизайн – это стиль жизни, и наша цель уже в начале фестиваля – показать, что дизайн доступен всем. Люди могут ощутить, как он меняет или оказывает влияние на жизнь других людей, пообщаться с его создателями, которые живут этим. Фестиваль дизайна и его участники показали, что инновации стремительно вошли в их сферу деятельности. Наиболее современные и необычные решения дизайна и интерьера применяются в квартирах-студиях, иначе говоря, в лофтах. Особое внимание было уделено огромному бумажному макету первого в Восточной Европе города Лофтов – Лофтаун. Представитель компании утверждает, что литовцы все больше и больше проявляют интерес к инновационным решениям жилья. Это новый проект. Я могу смело утверждать, что ни в Литве, ни в Восточной Европе такого нет. Это абсолютная новинка, когда старое фабричное здание превращается в прекрасное мультифункциональное помещение, где люди могут жить и работать. За границей, как в Западной Европе, так и за океаном, людям давно известно, что такое лофт. Это не новость, но люди находят все больше преимуществ в нем. В Литве это очень новое, это новый продукт, но люди все больше не знают, что это, и люди не знают, но многих это вертиби. В Литве это очень новое, это новый продукт, но люди все больше и больше отрадут его преимуществ. Первый квартал лофтов в Восточной Европе будет размещен на территории бывшей фабрики по производству топливной аппаратуры, где почти 50 тысяч квадратных метров превратятся в своеобразный город в городе, в котором будут оборудованы студии, лофты, а также помещения для творчества и работы. А уникальность жилья, расположенного в нем, очевидна. Лофт – это незаконченный продукт. У него нет рамок, то есть он дожидается дальнейшего творчества от того, кто его приобретет. Там человек сможет реализовать свои мысли и желания. Там есть огромный простор для всего этого. Он – осуществлять даже некоторые превращения из того, что он видит в данный момент, в плод своего воображения. Все пути открыты. Итак, по утверждению представителей Лофтаун, лофты – это находка для творческих, нелюбящих препятствий, смелых людей, а также для тех, кто ищет и создает свои собственные тенденции в дизайне. Мы подготавливаем пространство, а эти тенденции воплощает каждый индивид. В зависимости от того, что он увидит, умеет, хочет. Эти тенденции очень разнообразны. А то, что фестиваль проходит в Лофтах – это не случайность. Дизайнеры и творцы однозначно соглашались с тем, что это пространство вдохновляет на создание чего-то нового. Я создаю одежду, и мы с дизайнерами украшений работаем в Лофте. И вообще, это пространство очень большое, просторное, и поэтому здесь очень легко творить. Прежде всего, из-за того, что это иное пространство, здесь работается свободно. Нам нравятся большие пространства из-за того, что ничего не сковывает. В маленьком пространстве обычно бывает темно, а здесь свои изделия можно делать свободно, без рамок. Я работаю и творю в Лофтах. Я могла выбрать любой офис, но выбрала это место потому, что это пространство вдохновляет. Здесь собираются люди, которым необходимо вдохновение, которые используют его ежедневно и с его помощью зарабатывают на жизнь. Моя мечта – жить в Лофтах. Я уже здесь работаю. Одна мечта сбылась. Итак, в интересных, нетрадиционных лофт-помещениях может проявиться творческий потенциал, фантазия и исключительность. Наши соотечественники, по утверждению участников фестиваля, становятся более современными, ищут интересные идеи, поэтому растет и интерес к лофтам. А это, в свою очередь, опровергает мнение о том, что литовцы – это консервативные и боящиеся перемен люди.